На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и Металлург 8 сентября начнут домашние серии в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. В 18.45 на льду арены Металлург в Жлобине Столивары начнут поединок против Химика из Новополоцка. После трех проведенных матчей Металлург на шестом месте с пятью очками. Соперник с девятью на второй строке. Гомель попытается держать первую победу в стартовавшем сезоне. Первый домашний поединок команда начнет в 19.00. Противостоять рысям будет Оршанский локомотив. Гомельчане с одним набранным баллом на десятом месте, железнодорожники на восьмом. Петриковский шахтер опустился на восьмой строку таблицы чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. В 21 туре горняки на домашнем газоне уступили Слонему 0-2. Гости оба раза отличились в первом тайме. Забили Гусев и Козел. После этого поражения шахтер опустился на одну позицию с седьмого места на восьмое. Гомельский локомотив разжился в отчетном туре одним баллом. На домашнем газоне команда Андрея Горовцова разошлась миром с Могилевским Днепром 1-1. Оба взятия ворот случились в концовке встречи. Козловский открыл счет на 79-й минуте. Хотов восстановил паритет на 86-й. Сразу два баскетбольных состязания прошли на паркете областного клуба по игровым видам спорта в Гомеле. Награды турнира, приуроченного ко дню города, оспаривали профессионалы. В финале Борис Фен был сильнее Гродно-93. Матчи за бронзу гомельские рыси переиграли резервную команду «Цмоки-Минск». Пять коллективов юношей возрасте 12 лет и моложе сражались в финале славянской баскетбольной лиги. Победителем турнира на призы игрока сборной Беларуси Владимира Веременко стала команда «Цмоки-Минск». На второй позиции разместились воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Замкнули тройку сильнейших юные баскетболисты из Гродно. Далее расположились команды из Витебска и Молодечна. До конца сентября в Гомеле пройдет еще ряд баскетбольных турниров. 10-го, 12-го мы проводим также на призы Рогозенко, уже у нас тоже игрок нашего региона, нашей Гацора нашего. Поэтому также будет команды много, команд приезжает. А 17-го, 19-го у нас женский чемпионат, большой турнир тоже. Мы пригласили команды с 4-го по 8-го места, это наши все, которые мы с ними будем бороться за попадание в четверку. Задача стоит в этом году от руководства. Я думаю, что тоже получится на хорошем уровне, проведем достойно. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.